Здравствуйте, друзья! Сегодня будет видео больше для тех, кто любит Северный Крым, кто его знает и кто подписан, собственно, на мой канал из-за видео про наш город. Сегодня мы в Красноперекопске и новость из города Красноперекопска. Смотрим. Сносится недострой, который стоял более 20 лет напротив городской администрации, прямо на площади. Собственно, обещали отремонтировать еще к дню города, на который затрачена большая, такая кругленькая сумма денег. И подрядчик не выполнил свои обязательства. И вот полгода стоит оно вот такое вот все неприглядное, некрасивое. Ну что ж, а сейчас этим временем мы идем дальше. Пойдем сходим в парк. Сегодня плюс 4, небольшой дождик, но это нам не помешает прогуляться, потому что в парке у нас тоже много новшеств. На прошлой неделе должно было состояться открытие парка после реконструкции. Ну и пойдем посмотрим, что же там изменилось. Вначале ничего особо не поменялось. Идемте дальше. Так, а вот тут уже мы видим изменения. Причем очень даже заметные. Новые дорожки. Раньше были старенькие, еще времен, наверное, Советского Союза. Подготовленные места для новых лавочек, но пока не стоят. Надеемся, весной поставят. Освещение. Очень такие, я бы сказала, стильные фонарики. Как они освещают, без понятия, честно, не вижу лампочек, что это за светильники. Как они светятся, нужно посмотреть только вечером, наверное. Вот такие вот дорожки. Собственно, эта часть парка у нас вся теперь с дорожками. А дождь начинает идти со снегом. Становится все веселее. Пойдемте, пройдем дальше. И посмотрим, что же тут нового. Площадочки. Они уже несколько лет стоят. В хорошем состоянии подкрасить, правда, не мешало бы их. Может, весной подкрасит. Вот такие вот лавочки устанавливаются. Видим, что они не везде еще. Вот, видите. Там вот места были под лавочкой, а лавочек не было. А вот так вот по улочкам уже есть стоят. Под один стиль с урнами. Ну, ничего, так симпатично смотрится, как вы считаете. Так. Вечный огонь у нас горит. И площадки пустые-пустые. Погода, конечно, не для игр и не для гуляний. Но зато нам ничего не мешает спокойно все снять. Летом, когда все зазеленеет, здесь, конечно, будет посимпатичней. Тут у нас тренажеры. Снег перестает идти. Затихает немножко. Есть шанс, что мы не промокнем. На дождик тем временем то утихает, то усиливается. Так вот параллельно еще идет одна дорожка. Вот то белое здание был летний бар Тони. Он раньше работал. Дискотеку, все дела. Но не знаю, сейчас работает или нет. Как-то не интересовалась. Мы видим, это задняя часть ДК. Мусорки современненькие уже стоят. Все нормально. Там тоже дорогу дальше не асфальт не делали. То задняя часть, в общем-то, не сильно оно и надо. Вот тут все переходы, дорожки. Так все красивенько, да. Мне вот интересно, как эти работают фонари. То ли их не доделали, то ли они как-то светят. Так что я просто не пойму, как они работают. Что-то будет здесь. Что? Пока загадка. Но чувство недоделки осталось какое-то, да? Тут что-то должно быть, я так понимаю. Что-то не закончено. Пойдемте дальше. Тут мы видим, что еще недоустановлены тоже лавочки. Дальше виднеется новое здание, построенное вот буквально недавно. Это здание пенсионного фонда. Раньше в городе пенсионный фонд ютился в администрации. И в городской, и в районной частями в кабинетах там сидели. А теперь им построили отдельное здание. Теперь наши пенсионеры будут приходить. И им будет очень комфортно. Туечки насадили. Вблизи это здание, конечно, выглядит достаточно пошарпанным. Ну, вот это вот раньше была достопримечательность города. Вот это яма. Именно вот это яма. Тут стояли лавочки. Видите, от старых лавочек еще что-то осталось. И это было лебединое озеро. Оно было полностью наполнено водой. Дорожечка такая была вокруг. И тут была водичка. Жили лебеди. Очень красиво. Но почему-то его перестали обслуживать. И теперь стоит просто такая вот уродливая яма. Да, друзья, не знаю, будет ли что-то здесь делаться. Но пока ничего хорошего я здесь не вижу. Вот такая двоякая картина. Пойдемте посмотрим, как выглядит новый пенсионный фонд. Рядом здание было, по-моему, собственностью местного предприятия. Не буду говорить, какого. Брали его под гостиницу. Ну, так как-то я там никакого движения за много лет не вижу. То есть там движение-то какое-то есть, но как-то гостиница не смотрится. Сейчас еще спереди посмотрим, как пенсионный фонд выглядит. Ну и пойдем дальше. Вот так вот. Мусора очень много. Главное, за территорией пенсионного фонда. Почему-то строители его решили выкинуть наружу. На этой нотке и заканчиваем, собственно, обзор парка этим зданием. С этой стороны у нас четвертая школа городская. А я пойду за ребенком в садик. В городе вот так вот все. Какие-то недоделки. Маленькими кусочками делаются. Рулиться где-то. Сделали где-то, оставили где-то. Не довели до ума. Вот, посмотрите, улица сзади меня идет. Тротуар не сделан. Через дорогу начинается тротуар. Новый, совершенно новый. Но не успевает он закончиться. Не хватает асфальта. Я сейчас не буду идти туда показывать, но можете мне поверить на слово. Кусок дорожки остался просто без асфальта. Итак, посмотрите, сзади меня идет дорожка. Через дорогу идет зебра, так как это пешеходный переход. И куда? А в никуда. Просто, вот видите, в грязь. Вот такая вот беда у нас. Почему-то в том же Армянске выделяются деньги и дороги делаются от а до я. Не просто на ту дорогу, куда выделяется, но еще захватывает обязательно прилегающие территории. То есть междворовые проезды. И везде это так там. А здесь постоянное ощущение недоделки. Постоянное. Еще ни в одном месте не видела, чтобы начали делать. И закончили, и было действительно видно, что это законченный объект. Вот так, друзья. Пока-пока. Продолжение следует.